Баски, а тут. Мама Баски, а тут. Белый хлоп мне, пожалуйста, в кадре. Молодец. Я люблю хлоп. Гоню? Что говорю? Так, самый лучший историк и москвовед. Все, погнали. Всем привет, меня зовут Елена Баски, и сегодня со мной самый лучший историк и москвовед, самая главная моя мамочка Ирина Сергеевская. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, что же такое символ. Для многих символы являются неоднозначным понятием, потому что многие из них имеют двойное, а даже тройное значение. И многие символы в татуировке могут быть неправильно истолкованы. Поэтому хочется поговорить сегодня и выяснить, насколько разные значения могут быть. Мы сегодня сравним разное мнение применения символов в татуировке и в искусстве в общем. Что же такое символ, мамочка? Скажи нам. Но символ... Ты хотел про символ сказать. Говорю я про символ. Я про бабочку. Что же такое символ изначально? Символ это художественный образ, который передает значение какого-то понятия, может быть, каких-то явлений. Люди с древних времен вкладывали в символ большое значение, то есть это такая маленькая концентрация большого понятия. Давайте начнем с бабочки. Что такое бабочка? К сожалению, после Олега Газманова и его путаны бабочка немного опорочена, потому что ночная бабочка, но кто же виноват. Но в классическом искусстве и вообще в символизме в общем она имеет очень положительное значение. Но это действительно так, и такое негативное отношение к бабочке, но я думаю, возникло потому, что она летит на свет, иногда не думая, кажется, что не думая, да, на свет и гибнет. Вроде такое легкомыслие, но извините, а куда ей лететь? В тьму? Так лучше один миг света, один миг света, чем всю жизнь в темноте. Спасибо. Мало того, бабочка издревле считалась олицетворением души. Вообще бабочка это потрясающий символ, потому что начинается жить бабочке с яркой гусеницы. Ну и как в жизни часто бывает, чем ярче, тем более пустая жизнь. Начинается с гусеницы. Потом вдруг кокон. Кокон это смерть, это гроб. А потом вот самое-самое-самое начинается возрождение. Душа, психея. И греки верили, что возрождение, то есть кто прожил хорошую жизнь, вот будет возрождение, и душа будет парить, как бабочка. То это еще бабочка это символ надежды на то, что все еще будет. Поэтому это глубочайший смысл. И даже в христианстве тоже бабочка имела особое значение. И говорили так, вот многие священники говорят, спешите делать добро, спешите делать добро, потому что крыло бабочки имеет вес. Бабочка это ваше последнее доброе дело. И вот когда весы жизни, второе пришествие, вот у вас добро и зло, и как, как, что, куда вас в рай, в ад. И тут прилетает маленькая-маленькая, легкая-легкая бабочка садится на добро, и вы оказываетесь в раю. Спешите делать добро, и крыло бабочки имеет вес. Поэтому бабочка для татуировки очень важна, и человек, тем самым, он как бы программирует себя на лучшее, на то, что все еще будет, что обязательно, кстати, бабочка считалась еще и символом удачного замужества, и если изобразить две бабочки, то брак будет счастливый. Так, по крайней мере, верят японцы и китайцы. А вот, потому что вот она пара, счастливый, вечный брак. Так что бабочка очень такой, на мой взгляд, добрый, хороший символ. Красиво. Как сказала. Я еще хочу добавить, что для многих людей, которые делают татуировку бабочки, это значение одного дня, то есть жить моментом, не терять ни в коем случае наслаждение от жизни, не жить в суете, отношение к жизни легкое, без какой-то лишней драмы, как у нас принято в России, страдать, терпеть. И всегда стремиться к свету. Да, стремиться к свету. И, в общем-то, жизнь может закончиться в любой момент, поэтому все, что нам остается, это наслаждаться жизнью. Чего и всем желаем. Чего и всем желаем. И вот еще один неоднозначный символ, который многие боятся делать, татуировку медузы Гаргона. И хотя, ну вот согласись, редко кто заказывает. Ну, в основном все думают, что если у девушки набита медуза Гаргона, значит, она себя как-то ассоциирует с этим персонажем, что она какая-то опасная, дерзкая, всех испепеляет взглядом. Но, с другой стороны, символ медузы Гаргоны, это символ дома моды Версачи. На секундочку. И когда Версачи, а он сам придумал этот символ, сделал символом своего дома, он объяснял, что для него медуза Гаргона это что-то чарующее, необыкновенно красивое, опасное, но притягательное. И все, кто видел медузу Гаргон, останавливался в нее, влюблялся, и целиком был в ее власти. И всегда она была красивой девушкой. Веселой, красивой. И вдруг мы с вами знаем какую-то уродину страшную. Кстати, имя ее было, имя Медуза, Гаргон превратил ее Афина. За что? За красоту. Был такой бог Посейдон, еще тот ходок. Влюбился он в эту красавицу, а она ни в какой. И он настиг ее, превратившись в коня, настиг ее и сильничал прямо в храме Афины. И вот тут же как раз Афина пришла и говорит, опозорили мой храм, девственницы. Я думаю, она красоте приревновала красавицу Медозу. Не будет она со своими наверху на Олимпе ссориться. И превратила она в страшное чудище, чудовище с волосами в виде змей. И говорят, на кого посмотрят Медоза Гаргона, все каменели от ее взгляда. И только Персею удалось отсечь голову. Ну, путем хитростью и помощи и Гермеса, и Афины, он отсек голову Медузе и вылетел из нее красавчик Пегас. И вот в этом чудном памятнике Бургановском как раз и изображено рождение Пегаса. И вот с этой стороны, если посмотреть, вот она, красавица еще. И борьба была в небе, она же крылатая, поэтому руки, ноги, все переплелось, все переворачивается. И вот она превращается в жуткого монстра. Из ее, как бы вот, голова отрублена, из ее тела выскочил конь Пегас. Но скажи ее откровенно, от страшной, уродливой, противной женщины родится такое чудо, белокрылый Пегас, символ творчества, вдохновение. А вот идет очень интересный греческий меандр. Тоже его очень, кстати, любопытно рассматривали, потому что внутри свастика. Но это не просто свастика, она перебегает, она движущаяся. Это свастика, это пожелание добра, удачи, счастливого пути. И когда она бежит, вот он, жизненный путь человека, вверх, вниз. И как только человек замирает внизу, все, плачет, рыдает. Нет, две минуты можно поплакать после беды, все, не больше. А потом шаг вперед, и тогда будет обязательно взлет. Оп! Похлопаем в ладоши. Я просто тебя спрошу, почему их так часто изображают на здании? Все, еще раз. Нет, а ты скажи. Вот это точно не должно попасть. Да-да-да. Нет, какие страшные. Вы-то меня сбили оба. Амифических животных, которые она... Так, все. Все, сейчас серьезно. Как губы размяли. Раз у нас сегодня зашла речь о мифических животных, хочу вам рассказать, что достаточно часто люди изображают на себе всяких горгулий, каких-то химер, каких-то, может быть, демонов. В татуировке для меня все очевидно. Вот что ты нам расскажешь о том, почему они, например, изображаются на зданиях? Да, в принципе, и на татуировке, и на зданиях они изображаются именно для защиты, как оберег от темных сил. И чем страшнее, тем лучше. Поэтому, когда изображали горгулии, то предполагали, что как бы чужие, это же свой, как домовой, он свой, он защитит, то предполагали, что нечистая сила, беда, неприятности не сможет войти в этот дом. Хотя есть легенда средневековая, что горгулии это души падшего человека, которые застыли в момент его смерти на доме. Причем они живут ночью, ночью они оживают, летают. Это та же химера. А химера это не избыточная мечта, это что-то из разных животных, неосуществимое такое, вот разные части животных собрали. Поэтому это может быть и, допустим, кентавр какой-то, и грифон, и горгулия. Но смысл один, охранять, охранять, охранять. причем они в себе носят черты и добра, и зла. И вот где та серединка, когда добро превращается в зло, и зло в добро. И поэтому считается, что чем страшнее будет, как на соборе Парижской Богоматери, вот эти химеры, тем лучше. Это как бы застывшие грехи, то есть они застыли и уже не повторятся в жизни. И поэтому, когда человек на себе изображает, то он тоже предполагает, что беда, неприятности не будет его касаться и в то же время его грехи застыли, а он будет идти к светлому и прекрасному. А есть совсем симпатяги, умницы, красавицы, вот перед нами сейчас совершенно потрясающий единорог, но фактически это тоже химера, потому что таких не бывает фантастических животных, то есть иногда изображаются в виде лошади святым рогом, иногда антилопа, иногда могут быть даже львиные лапки иногда просматриваются, но самое главное, что вот единорог это символ свободы, чистоты, никогда ни одному охотнику не удалось его поймать, он гордый, поэтому, когда люди изображают единорога, они хотят показать, что никакого мнения они не будут слушать, они живут своей жизнью, а вот идут своим путем, но это не гордыня, с одной стороны вроде как кажется гордыня, но с другой стороны они всегда чисты в помыслах, но если надо, они очень свирепые. Вот это девственница, добрая история, когда он прокалывал рогом? Между прочим, он никогда не подойдет ни одному человеку, как его не приманивай, только к девственнице, чистой, непорочной девушке, он может подойти и положить голову ей на коленочку. между прочим, часто на шпалерах французских можно увидеть, как рассидит красивая дама или девушка и единорог ее ног. Это Дева Мария. Обманщиков? Обманщики, если только подойдут злыми помыслами, моментально заколят своим рогом. Кстати, вот этот рог очень ценился в средние века и считалось, но они действительно верили, что они существуют, я уж не знаю, из какого там они этого рога делали, стерилизовали потрог единорога, но я знаю, что у нас даже в аптеке главной, которая была на Красной площади, она была единственной, поэтому главная, висел огромный рог единорога и считалось, что предохраняет от отравления. В общем, не отравят, нарисуешь себя единорога, не отравит никто, а вот злые обманщики мужики не подойдут, только добрые и хорошие. Ну и многие девушки считают, что это олицетворение их чистоты, вот именно чистоты помыслов. Многие, кстати, боятся делать, потому что всю жизнь девы останутся, да? А не тут-то было. А не тут-то было, а тут именно чистота духовная помыслов, и вообще любой смысл, символ, он больше обращается к духовному, к тайному такому знанию, а не к физическому, и всегда вот есть такой подтекст. И вот, кстати, тоже неоднозначный символ, уж коли мы сегодня о таких вот неоднозначных символах говорим, мы можем увидеть, вот идет по горизонтальне как раз у нас с вами стилизованное изображение Лилии. Да. Лилия. Флёр-де-лис. Конечно, и вот если мы вспомним Дюма, вот кто у нас с вами, вот кто подгадил, замучил, не, запутал голову, запутал голову, это Дюма. мы сразу вспоминаем Миледи, Лилия, все, падшая женщина. Клеймили. Ну, грубо говоря, проститутка, да? Вот, на самом деле, наоборот, Лилия, это символ, это символ чистоты, непорочности, гордости, это была эмблема и французских, и испанских королей. И почему вдруг оказалась на плече у Миледи? Потому что ее заклеймили именем короля. И не каждого клеймили именем короля, а, как правило, из королевского рода, из знатного рода, чтобы показать тяжесть ее преступления. Вот, именем короля, это вот был особый вид позора, это вот самое-самое позорное, что могло быть. Вот, и поэтому такое сложилось мнение, а так, Лилия, чистота, непорочность, благовещение, Дева Мария, всегда Лилия дает. Именно символ непорочности и чистоты помыслов. О чем мы говорим-то? Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился наш умный выпуск. Лопаем? Я очень надеюсь, что вам понравился наш умный ролик. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, жмакать бубенцы и звать мою маму в новые выпуски. Муа! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!